В качестве принимающей стороны для проведения форума Россия выступает впервые в состав комиссии СИЭС. Наше государство вошло в октябре прошлого года по результатам договоренности между Владимиром Путиным и князем Монако Альбертом II. Теперь свою научно-исследовательскую деятельность и последние достижения на всемирное обозрение могут вынести и молодые российские ученые. А зарубежные, в свою очередь, поделятся опытом по изучению морских пространств и рациональному использованию природных ресурсов. Я очень рад, что именно в Сочи собрались ученые из 20 стран, входящих в состав комиссии. Здесь, на Черноморском побережье, мы все вместе обсудим их научные исследования Средиземного и Черноморского морей и обсудим эффективные способы решения актуальных вопросов по сохранению экосистемы. А их множество, начиная от динамики функционирования глубоководных вод до используемой технологии. И мы очень рады, что теперь к нам присоединилась Россия. Сегодня о своей деятельности участникам форума подробно рассказал директор Института океанологии имени Шершова. Это старейший и наиболее крупный российский исследовательский центр, который занимается комплексным изучением Мирового океана и морей России. С 1946 года ученые провели множество исследований и анализов состояния водных пространств, располагая хорошей базой технических средств и самым большим флотом Российской академии наук. Мы всегда сотрудничали и будем сотрудничать. Я не думаю, что начнется новая жизнь. Это просто такое, знаете, когда два лидера, интересных лидера, наш президент и принц Монако встретились, и они решили поддержать это дело. И это, конечно, даст дополнительный импульс взаимного изучения как Черного моря, так и вот этого Средиземного моря. А ведь Средиземное море, оно взаимодействует сильно очень с Атлантикой, а мы как раз в Атлантике очень хорошо представлены. Под руководством Российского института океанологии работает и научный сотрудник морской биостанции «Пирана» Ален Камалей. Недавно она принимала участие в исследовании побережья Черного моря в районе курорта «Геленджик». Нам были интересны медузы, которые играют важную роль в очищении Черного моря, состояние которого, кстати, ничем не хуже, чем в других морей. Мы исследовали их места обитания и то, как они способствуют улучшению состояния морского дна. Конечно, есть ряд антропогенных факторов, которые неблагополучно влияют на состояние жизнедеятельности. И, соответственно, на других обитателей эти вопросы должны решаться. О том, как нужно правильно использовать природные ресурсы, какие физические процессы происходят в прибрежной зоне, о геоопасности, а также устранении морского мусора, ученые будут говорить в ходе пленарных и секционных заседаниях. Международный научный форум завершится 3 декабря. Татьяна Нагорская, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.